Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о самой высокой в Великобритании башне, которая была построена в качестве объекта искусства в Лондонском Олимпийском парке. Это Arseol Metal Orbit. Эту башню, которая поначалу называлась Orbit, построили к Лондонской Олимпиаде 2012 года в районе Стратфорд, где, собственно говоря, и находился Олимпийский парк, Олимпийский стадион и Олимпийская деревня. Она подразумевалась как некий такой объект искусства и как смотровая площадка с видом на лондонские просторы. Идея конструкции, которая переплетается металлическими красными трубами, была неоднозначно воспринята лондонцами. Многие критиковали такую конструкцию, а другим она нравилась. В принципе, аналогии схожи с Эфелевой башней в Париже. Только именно эта конструкция уже была воспроизведена в нынешнем 21-м столетии. Ее строили конкретно к Олимпиаде. И во время Олимпиады она встречала гостей. Наверху в капсуле находится смотровая площадка. Также был расположен ресторан. Я столкнулась с этой конструкцией еще во время постройки, когда жила у брата в 2011 году. И был только заложен фундамент. Некоторые фотографии у меня сохранились. И несколько труб уже было возведено. Но полной конструкции еще не было. Так что эта постройка производилась на моих глазах. В 2012 году в Лондоне произошло всемирно известное спортивное событие. Летние Олимпийские игры. О них я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. К сожалению, в эту башню я не попала. И после Олимпиады ее закрыли на доработку. Что-то там переделали. И заново она открылась уже в апреле 2014 года. А в феврале 2015 года я впервые попала туда абсолютно бесплатно. Запросив аккредитацию на съемку. Чтобы снять репортаж о выставке Лего, которая проходила в тот момент в самой башне. Так как именно в 2015 году я уже училась в Лондон-Саусбанк-Университи на курсе фильммейкинга. И у нас был такой урок, называется «Экспериментальный фильм». И нам надо было снять некий фильм, используя какие-то структуры, фактуры, тени, цвет, свет. И представив некую историю благодаря неким материалам. Но это сложно объяснить. Я позже буду рассказывать про экспериментальный фильм. Ну, в общем, мне пришла такая идея снять фильм про эту башню. И как вот она создалась, как она образовалась. И мне пришла идея снять два крана строительных, которые влюбились друг в друга. Произошло какое-то природное явление, там землетрясение, гроза. И они вот в это время переплелись. И так навечно и остались вот такой вот некой улиткой в виде красной башни под названием «Аргита». Я долго не знала, как это сделать. В итоге наснимала, нашла два крана рядом стоящих в Лондоне. Поснимала их издалека и вблизи. И все вот эти вот переплетения труб, эти красные конструкции. И думала, может быть, как-то при помощи грозы это все показать. Даже в Амстердаме нашла вот такой вот мост. Он находится далеко от центра. Я пошла туда, чтобы его снять. И чуть из-за него не опоздала на свой автобус обратно в Лондон. В итоге я фильм так и не сделала. Все кадры у меня до сих пор остались. Может быть, когда-нибудь я и придумаю, как это все сделать. Но, к сожалению, нет. Так как я планировала этот фильм, я запросила аккредитацию и попала в эту башню. Бесплатно пошла, сняла абсолютно всю фактуру. Все, что там находится. Вплоть до лесенок, из чего они состоят. Вот этот вот длинный огромный туннель, который, кстати, является самым длинным туннелем в мире в виде серпантина, через который я также вниз спускалась. То есть поднялась я вверх на лифте стремительно на саму смотровую площадку. Там поснимала виды, все, что там находится, как это все выглядит. Сверху сам Олимпийский парк, стадион, акватик центр. Ну и также оттуда открывается великолепный вид на Кеннери Ворф, мой любимый район. И Сити оф Лондон, тоже один из моих любимых районов, где находятся небоскребы. Все это собрала в кучу, но вот так и не придумала, через какой сюжет воплотить эту идею в жизнь. Вот именно, что именно произошло, как это показать в фильме. К сожалению, у меня нет опыта работы со спецэффектами, но может быть когда-нибудь я все-таки это сделаю. Так как кадры у меня остались, и в принципе я готова что-либо придумать и доделать в конце концов этот фильм десятилетней практически давности до конца. Ну, если сделаю, естественно, покажу и расскажу, что я имела в виду и как я это все делала. Ну и так как я сняла эту башню, сегодня я вам о ней рассказываю. 115-метровая башня под названием Орбита, или ее полное название Арсиол Миттал Орбит, была возведена по дизайну индийского скульптора Ани Шакапура. На деньги индийского сталилетейного магната Лакмиши Миттала, богатейшего человека Великобритании, производство которого называется Арсиол Миттал. То есть отсюда и идет название Арсиол Миттал Орбит. Сложное по конструкции фантастическое красное стальное сооружение с оригинально переплетенными в виде восьмерок опорами стало одним из самых запоминающихся символов Олимпиады 2012 года. Общий вес этой ажурной металлической башни, стоимость которой составила 36 миллионов долларов, равен 2000 тонн. На скоростных лифтах все желающие смогут подняться на застекленную двухъярусную смотровую площадку Орбиты с расположенным на ней рестораном и полюбоваться великолепными видами Олимпийского парка и британской столицы. Я посещала эту башню три раза и в мое первое посещение особенно мне показалось и запомнилось представление видеоролика на телевизионном экране. Там показывали таймлапс всей постройки, как это все привозилось, завозилось, строилось постепенно, постепенно она росла вверх. И в итоге была построена очень быстро, я не знаю скорость, насколько там была увеличена, наверное в миллион раз, чтобы показать буквально там за 5 минут, как эта вся конструкция была построена. А также очень запомнилась мне звуковой эффект, я это тоже записывала, ну так как нам надо было снимать и звуки, и тени, и фактуру, там каждый, чуть ли не каждый болтик, не вот эти вот все заградительные металлические конструкции, когда ты спускаешься вниз по вот этому длинному серпантину, коридору, ты слышишь различные звуковые эффекты с самой Олимпиады. Вот там кто-то бежит на Олимпийском стадионе, побеждает и пересекает финишную ленточку с какого-то, с марафона, в общем с разных Олимпийских состязаний были представлены какие-то звуковые эффекты. Ну какие-то такие вот приятные ощущения и впечатления остаются после посещения этой башни. Второй раз я посетила ее также в 2015 году, уже в апреле, был какой-то семейный праздник, ну видимо посвященный Пасхе, потому что там были надуты разноцветные шары. И как раз был праздник, который в Великобритании называется Good Friday. Почему я запомнила, что это был именно этот день, потому что после посещения этой башни, куда я сходила, сняла это мероприятие, там что-то детское было. То есть можно было поваляться в этих шариках, поиграть с ними. Ну я так немножко поснимала для новостей, сама пофотографировалась в них и спустилась. Мы встречались там внизу уже в Олимпийском парке с мамой и с братом и решили просто погулять по парку и дошли до стадиона, где проходила велогонка. Этот стадион строил мой брат и какими-то, я даже не знаю, окольными путями мы зашли на этот стадион и там буквально попали на финал этой велогонки. Никто ничего у нас не спросил, ни билетов, ничего. Для меня это было неожиданно, я это тоже поснимала. И было приятно очутиться в еще одном Олимпийском объекте и посмотреть, как это выглядит внутри. А в третий раз я пошла туда уже в 2016 году, в июле, по-моему, или в конце июня. К этой башне пристроили еще такую трубу, как в аквапарке, по которой можно было спускаться на слейдж, то есть санки это они называют. То есть там небольшая такая матерчатая, ну как мат, на него садишься и съезжаешь с этой башни вот с такими вот всякими выкрутасами, прямо как в аквапарке. И так как я пошла туда опять же по пресс-аккредитации, я тогда на французское агентство работала и меня попросили сходить туда и снять именно открытие этой горки. И, естественно, мне предложили самой прокатиться, и я села и прокатилась. К сожалению, камеру там внутри нельзя было использовать, только можно было прикрепить куда-то к телу, к голове GoPro, но у меня такой камеры не было, поэтому я просто прокатилась. А так я снимала людей, которые садились, катались, там тоже в основном все были репортеры. Вот, так что и этот аттракцион я испытала. Сейчас эта башня работает, можно подняться как на смотровую площадку, так и прокатиться, спуститься по этой горке вниз. Если кто желает, приходите. Стоимость билетов можно найти на сайте, который я прикреплю в описании этого ролика. Если бронировать заранее, то взрослый билет стоит 11,50. Если не бронировать, то где-то 12,50-13 фунтов. А чтобы посетить эту смотровую площадку и спуститься по этому туннелю, забронированный заранее билет обойдется вам в 16,50 фунтов. Ну, а если уж прийти и купить билет в кассе, то это обойдется вам где-то в 20 фунтов. Вот пока и все, что я хотела рассказать про эту башню. Очень интересная и такая нестандартная достопримечательность Лондона, которая находится в районе Стратфорд в Олимпийском парке Квин Элизабет. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!